МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О перспективах и возможностях решения внутреннего конфликта узнаем у Фаде Макладе, журналиста и социального активиста. Максимум ответственности – минимум жертв. Верное поведение израильтян под обстрелами спасает жизни. Но что делать тем, у кого нет защищенной комнаты в квартире? И куда обращаться в случае нанесения ущерба имуществу? Полковник Ави Берман, представитель службы тыла, прокомментирует ситуацию. А также, чего добивается ЦАЛ в ГАЗе перед завершением операции «Страж стен»? Узнаем у Ноама Амира, военного корреспондента Макор Ришон. Все это в нашей программе прямо сейчас. Заявление Нафтали Беннета о том, что правительство перемен себя исчерпало в самом начале военной операции в ГАЗе, выглядело несколько поспешным. Но что стало причиной для столь резкого шага, в то время как до истечения мандата Лапиды остается еще несколько недель? В сложностях израильской политики разбираемся с журналистом издания «Маариев» Анной Райвой. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Ноа. Не поспешил ли Нафтали Беннетт со столь резкими заявлениями? Вы знаете, я думаю, что важно понимать в данной ситуации, что Беннетт не существует в безвоздушном пространстве. Понятно, что если бы у него не было никаких других причин и вводных, возможно, было бы правильно вести эту игру и дальше, до последнего момента, вынужден Даньяо принять свои условия игры, и вот только после этого сообщать, что невозможно создать левое правительство, тем более в нынешних условиях в сфере безопасности. Однако нужно понимать, что происходило у Беннета дома, так сказать, то есть внутри собственной партии. Бенн по сути остался в меньшинстве, большинство его небольшой фракции, но, тем не менее, во главе с Айелем Шакет, они некоторое время возмущались и выражали в разных формах, в разных форматах свое неудовольствие, свое нежелание следовать по пути, которым идет Беннетт, и передавали ему довольно недвусмысленный месседж. Мы понимаем, чем ты жертвуешь, и во имя чего ты это делаешь. То есть ты правый человек, который получил право политики, который получил свои мандаты благодаря правому электорату, ты хочешь стать премьер-министром, и поэтому ты на это идешь. Но у нас нет никакого резона жертвовать собственным политическим или на мы. Возможно, пожертвовать собственным политическим будущим, возможно, даже не попасть в следующий КНЕС, для того, чтобы ты стал премьер-министром, но кем станем мы в этом новом, создаваемом тобой правительстве. Поэтому в какой-то момент Беннетт просто понял, что он остался в убедительном меньшинстве. Возможно, если говорить о том, в каком формате он остался, единственным человеком, который в фракции Емина по-прежнему готов был следовать за Беннеттом в вагоне в воду и в правительство перемен, так называемое, был его давний сослуживец Монтан Каан. Кроме него все остальные были против. Поэтому, в принципе, Беннетт просто понял, что его фракция больше его не поддерживает, и для того, чтобы остановить этот внутренний путь, он в частности, да, то есть мы с вами вычленяем одну из причинок, было явно больше, поэтому, в принципе, Беннетта не было особенного выбора сделать то, что он сделал, и Нетаньяу не замедлил отреагировать примерно так, как от него и ждали. Как только Нетаньяу чувствует, что самое страшное позади, что нет угрозы потери власти, что нет этого бешеного давления, он тут же расслабляется, чувствует себя уверенно, чувствует себя королевой ситуацией, и, естественно, немедленно притормозил все существующие контакты, причем, но, отметьте, контакты, которые были у Нетаньяу, попытки договориться за кулисами, в то время как мандат находится в руках Ейры Лапида, делались не только по курсу по направлению Ликуд-Ямина, но и в других направлениях. Да, были контакты с лидером Кахой Лаван, с Бенни Гансом, были попытки со стороны многих представителей Ликуда достучаться до сердца Гедона Сара и уговорить его поддержать. Нетаньяу будет достаточно Беннета, или же ему все-таки понадобится Гедеон Сар или Бенни Ганс? Нетаньяу нужно, как минимум, еще два депутата для того, чтобы достичь необходимого минимума в 61 голос. Но это при условии, что вся Эмина у него априори в кармане, это, так сказать, в рамках его правого блока. Но, опять-таки, давайте не забывать, что мандат находится не у него в руках, мандат находится в руках Ейры Лапида, и, в принципе, с точки зрения Нетаньяу, он вообще держит все свои контакты, все свои попытки на слабом огне до истечения срока мандата Лапида. Как только истечет срок мандата Лапида, при условии, что Лапид не сможет сформировать правительство, а такая вероятность существует, учитывая обстановку в стране, что происходит тогда, пятые выборы, или же мандат возвращается в Кнессет, и тогда Нетаньяу может сформировать правительство? Мандат возвращается в руки президента. Президент остается в последней возможности, он может передать мандат в Кнессет сроком на 21 день, на 3 недели. Здесь несколько иные условия игры. Если вы помните, и Нетаньяу сначала, и теперь Лапид получали мандат почти на месяц, на 28 дней для того, чтобы сформировать коалицию. И им не нужно, на самом деле, не нужно большинство, им нужно просто сообщить президенту, что им удалось сформировать правительство, сформировать коалицию. Даже если это будет коалиция меньшинства, главное, чтобы она прошла при голосовании в Кнессет, то есть там, возможно, всякие игру и варианты. Просто законодатель исходит из того, что коалиция правительства меньшинства очень сложно такому правительству потом будет функционировать. Но технически это возможно. Когда мандат попадает в Кнессет, любой из 120 депутатов может предъявить президенту 61 подпись в свою пользу. И вот здесь уже нет игр, нет правительства меньшинства, только большинство, только 61 голос минимум. И тогда у него есть 21 день, не 28, заметьте, меньше 3 недели на формирование правительства. И вот здесь возможны разные варианты. Предполагается, что тогда многие станут уступчивее. Или Гедон Сар в самом деле. И мы знаем с вами, что в последние сутки представители Гедону Сара передали подпольно такое предложение людям Нитаньяу. Я готов, передал Сар, рассматривать возможность формирования правительства, где я первый в ротации, а Нитаньяу второй. Но вот интересно, что теперь уже Нитаньяу никуда не торопится. Но и все чаще и чаще из его окружения звучат разговоры о том, что он на самом деле вообще предпочитает поход на пятые выборы, а не формирование никакого правительства, ни с кем, из тех, кто нами с вами был упомянут, просто потому что он считает, что нынешний КНЕС, в нынешнем раскладе ему неудобен. Он считает, что если пойти на следующие выборы, некоторые из тех, кто создает ему проблемы сегодня, просто исчезнут с политической арены, существенно ослабны, то следующий КНЕС просто будет ему удобнее и выгоднее. И бог весть, кто знает, может быть, тогда он сможет сформировать правительство без ротации, без уловок и без сложностей, которые преследуют его сейчас. И безусловно, это зависит от того, когда, как и при каких обстоятельствах закончится операция «Страж стен». И у нас будет возможность и об этом поговорить в этой студии. Анна Раева, спасибо большое. Спасибо. Одной из главных особенностей операции «Страж стен» стали массированные обстрелы израильской территории, которым удалось в редких случаях пробить оборону железного купола и унести человеческие жизни, а также нанести существенный ущерб зданиям и имуществу граждан. Особенно это изменение тактики нападение тревожит на фоне статистики жилищного фонда Израиля. Свыше 60% квартир не оборудованы защитными помещениями, мамадами. Об этом мы хотим поговорить с нашим следующим гостем, полковником Ави Берманом, представителем службы тыла. Здравствуйте. Добрый день. Дисциплинированные граждане в нашей стране. Слава богу, не так много жертв. Конечно же, жалко каждого человека, который погиб во время этого витка эскалации насилия. Назовем это операцией, назовем это войной. Каждый называет это по-разному. И тем не менее, мало у кого есть иллюзии по поводу того, что в какой-то момент это случится снова, даже если сейчас закончится этот заход, насколько мы готовы к подобному развитию событий. Хамас вряд ли остановится и будет в какой-то момент запускать много ракет. Есть у нас и соседи, которые смотрят на эту ситуацию. Мы готовы к такому развитию событий? Мы всегда готовы, но мы стараемся быть все время готовы еще лучше. То есть все время так же само, как и вражеская сторона развивается, так же само и наша сторона развивается. Наша сторона развивается как и с технологической точки зрения, и я дам несколько примеров, и так же с концептуальной точки зрения. Мы всегда проводим все больше и больше тренировок, учений совместных с муниципалитетами. Служба тыла ответственна, между прочим, за координацию решений во время чрезвычайных ситуаций между всеми органами. Это готовность министерств, это готовность муниципалитетов, это готовность так называемой скорой помощи, магенда вида дом, это готовность пожарных. Каждый готов на своем уровне, а вот когда нужно будет скоординировать и когда нужно скоординировать данные и функционирование всех организаций, это именно ответственность службы тыла. И к этому мы тренируемся все время. Технические разработки. Например, на эту конфронтацию было опубликовано новое приложение, которое служба тыла попросила. Я лично просил и прошу загрузить у вас на мобильных телефонах. Очень удобно, очень хорошо работает и дает вам конкретное оповещение о вашей угрозе. К сожалению, уже проверено в реальности. Работает приложение, оповещает вовремя. Но основная проблема заключается в том, что у большого числа населения в Израиле нет защищенного помещения в их квартире. То есть им нужно куда-то бежать. На лестничную клетку, в общественное бомбоубежище. К нам обращались зрители, которые говорили прямым текстом. У нас закрыто бомбоубежище в нашем доме. Управдом не открыл бомбоубежище. Что делать? Я вам скажу. Есть несколько видов ответственности над бомбоубежищами в стране. Самое удобное и самое правильное – это заходить в бомбоубежище, которое находится у нас в квартире. Это так называемый мамад или есть на этаже так называемый мамак, комати. Этот вид бомбоубежища был построен в домах и квартирах, которые были построены после 1991 года. После войны Персидского залива. И тогда, между прочим, также была установлена служба тыла. Конечно, я соглашаюсь с вами на то, что нет бомбоубежищ у каждого у себя в квартире на сегодняшний день. Поэтому что мы говорим? Мы говорим наиболее безопасное помещение в данное нам на то время. Как вы знаете, полторы минуты это в Тель-Авиве. Минута, конечно, ближе к сектору газа. Может быть достаточно, но не всегда. Для пожилого человека выйти на лестницу – это даже больше, чем несколько минут. Они, как правило, остаются просто дома. Какие решения находятся именно для этих людей? В особенности в перспективе того, что, к сожалению, очевидно, Хамас эту практику будет использовать и в дальнейшем. Они увидели, что таким образом, каким-то образом можно бороться с железным куполом. Они, очевидно, будут это применять и в дальнейшем. Тогда мы говорим, что нужно выбрать, если нет возможности зайти в мамад или в мамак, выйти на лестничную клетку, только если она внутренняя. Есть случаи, когда лестничная клетка, она наружная, поэтому ею не пользоваться. Но, как вы говорите, есть пожилые или есть больные люди, которые даже на лестничную клетку не успевают выйти. Как в случае с жителем Ромадгана, который был инвалидом, и, к сожалению, у него не было возможности избежать этого, этой страшной участи. Нет, вы знаете, я видел снимки, там как раз пример другой. Он как раз, да, зашел в помещение, он был в помещении. Проблема с его гибелью, к сожалению, конечно, и мои соболезнования, это то, что у него была дверь, он плоделит, и она просто была пробита осколками. То есть и такие ситуации происходят? Такие, конечно, происходят, как ребенок, который, семья ребенка, зашли, вели себя правильно, зашли в безопасное помещение, зашли в Мамад, и вот осколок пробил стальное окно Мамада. Это, к сожалению, тоже бывает. Или же люди, которые бегут в безопасное помещение, у нас два случая фатальных, люди погибли по дороге в безопасное помещение. Совершенно лишняя гибель, поэтому мы говорим, нужно вести себя очень осторожно, даже по дороге в безопасное помещение. И в соответствии с ситуацией. То есть рассчитывать время. О, теперь насчет ситуации. Ситуация совсем непростая, это ясно. Мы говорим тут на государственном уровне, а потом, в конце концов, у каждого есть своя личная задача. Поэтому любое место, куда я прихожу, куда вы приходите, мы осматриваемся вокруг и говорим, вот если у меня будет воздушная тревога, сколько времени у меня есть туда попасть, и куда я иду? Осматриваюсь и знаю, куда идти заранее. И тогда я не трачу время на поиск этого безопасного помещения во время воздушной тревоги. Секундочку. А что касается, вот нету лестничной клетки, мы должны воспользоваться наиболее внутренней комнатой, которая есть у нас в квартире. Это ни в коем случае не туалетная комната, это ни в коем случае не ванная комната, там плиты, там зеркало, они нам опасны. Тогда мы выбираем наиболее безопасную комнату, внутренняя комната, которая не является ни ванной, ни туалетной. Если кто-либо имеет какие-то сомнения, может позвонить по телефону 1-0-4, это информационный центр службы тыла, 104. И там просто можно посоветоваться с нашими специалистами, как выбрать правильно внутреннюю безопасную комнату. По-любому. Мы зашли туда. Я скажу уже сейчас. Как можно меньше окон. Ну, дверь зайти в комнату нужно, конечно. Как можно меньше окон. И находясь в этой комнате, я нахожусь ниже уровня окон. Нужно ли ложиться на пол в этом случае? Ну, можно присесть, можно сесть. Желательно. Кто может и сесть на, допустим, разложили матрас и сели туда. Ну, и последний вопрос касательно людей, которые пострадали от осколка в ракете, у которых имущество пострадало, дом их пострадал. Куда им обращаться и от кого они могут получить помощь? Во-первых, очень важно понять, что возвращаться жизнь, жить в квартиру или домой, можно только по разрешению инженера города. И инженер города дает разрешение о возвращении проживать в ту иную квартиру. То есть даже если просто выбило окна, например, в квартире, все равно нужно получить разрешение. Да. Почему? Я объясню. Потому что сваи могут быть, конечно, пошатнулись. И сваи могут быть нестабильны. Поэтому обязательно инженер города должен дать разрешение на въезд. Есть Масрехуш. Это организация при Битуахлеуми и при... При службе национального страхования. Да, и при Министерстве финансов. При Министерстве финансов есть организация, которая называется Масрехуш. Они ответственны за опись... Всего имущества. Всего имущества. Опись всего, что пострадало. И потом на этой базе также можно подать требования о компенсации. Ну что ж, у нас еще много вопросов, но время у нас, к сожалению, заканчивается, полковник Ави Берман, представитель службы тыла. Спасибо большое и мирного нам времени. Спасибо вам. Хамас поддержал египетскую инициативу о прекращении огня. Цаал и Шабак попросили дополнительного времени для продолжения антитеррористической операции в Газе. Но какие цели поставил себе Израиль и реальны ли они в нынешней ситуации? Ноам Амира Ваенни, кареспондент из Данья. Маку рאשон. шамар и шамар. шамар и рев. Шамар и шамар. в основном, в основном, и езь, чтобы собирать тили в Иерусалим и что это позволяет легитимация, чтобы действовать в церковь очень много в рецептах. В церковь это говорит, что мудрец, мудрец, в церковь необычная в целом, возможности, они неударны, и они не ободаются в церковь в церковь. И когда мы оборачиваем все это, есть здесь тустое очень-очень. И я думаю, что цаил очень муптен оттустое самому, даже он не говорит это. Если у вас уже тустое очень-очень, почему не надо аруцкадима, почему не создать мануфоим важным, и для мануфоим этих мануфоим кумово им артавы. И что цаал, в основном, смештемеш в шеях его, это было бы и сказать, что мечтается, что в павле шаммасе будет начать кшер от гуралу в гуралу Иерусалим, и у нас и у нас, он говорит 20 павлов, потому что он забирает от этого года. То есть, он спросил от себя, если он получил в мануфоим, который называется шумер хромот, он был действительно которая поднимается. Субтитры делал DimaTorzok איך להגיד את האמת, חיסול של מוחם הדף זו תמונת ניצחון, זה משהו שישראל הייתה יכולה בהחלט לנופף בו ואני חושב שהחמאס גם היה צריך להבין בהקשר הזה שאם היינו מצליחים לחסל את מוחם הדף, הם לא היו יכולים למכור שום ניצחון, כמו שאמרת בלוחמה הפסיכולוגית אבל יש בזה גם אפקט שאולי אנחנו מצפים ממנו עכשיו להרגיש המנצח ולעשות אולי איזו טעות אסטרטגית גם וזה כבר מעלית השאלה באמת, מה האיש הזה יחשוב צריך להגיד פה, מוחם הדף הוא זה שהתחיל כאן את כל הסיפור הוא זה שנענה לקריאת הפלסטינים עם אזרח יבושלים להגן על אל-אכסא להגן על שייך ג'ראק והוא זה שבהתבטאות מאוד נדירה שלו, אחרי שנים שלא שמענו ממנו ועל עצם קיומו, בא ואמר אנחנו באים לצדכם ובזה חמאס אגב יכולים לרשום לעצמם ההצלחה מסוימת, הם הצליחו לקשור את הנושא לעצמם תראי, לא רק בזה, יש לך חמאס הישגים במבצע הזה כששוללים לך את היכולות הימיות ואת היכולות הקרקעיות ואת היכולות המדויקות ואת הניסיון לשגר כתבמים וצוללות תת-ממיות וכל העניינים האלה מה נשאר לך בעצם? טילים ופסיכולוגיה אז בהיבט הזה, כן, חמאס יש לו את ההישגים שלו ההישג הבא כמובן זה הניסיון לקשור את גורל ירושלים גורל אל-אקסא בגורלה של רצועת עזה הם מאוד קרובים להישג הזה צריך לכבוד שהם לא יצליחו להשיג אותו ושנציח לשלול מהם שלדעתי, אם את שואל תותי בסוף המהות הגדולה של המבצע הזה זה העניין הזה הקשירה של חמאס בירושלים, בדגש על ירושלים המזרחית, זה מתחיל כמובן במוקש שהציב לנו אבו מזל והוא מצטער עליו צער רב, שהוא בכלל הלך לבחירות האלה וזה נמשך בזה שישראל לא הגיבה לבקשה של הפלסטינים לפתוח כלפיות במזרח ירושלים בעצם תראי את האבסורTo הסיפור אנחנו הצלנו את אבו מזל ממפלה אולי אפילו מקיץ השלטון שלו ותראי במה אנחנו משלמים במלחמה עם רצועת עזה קונפליקט שרק המזרח התיכון יכול לייצר באמת רק המזרח התיכון יכול לייצר ואפרופו, אם כבר אנחנו מדברים על הקונפליקטים יותר רחבים יש לנו שכנים שמסתכלים על המתרחש שמסתכלים על שינוי הטקטיקה של לחמה что мы можем здесь тысячи тысячи тысячи. Мои говорят, что мы говорим? Я думаю, что в битве этот момент есть у нас очень много, очень много. Потому что я думаю, что Хизбелла видит, что происходит сейчас, в муле драмы, и если он еще раз попал в шву, он еще раз в шву, что он должен был рейон для того, чтобы он понимал, что это рейон очень рейон. Посмотрите, если вы взялись в зерее, то есть, то есть, что Хизбелла нисляет в следующем году Мы видим, что Хамас, из-за того, что он эргон террор, халеш, халеш вיותר במזרח התיכון, мефик не маят лекחים, в лимиде שלו моль Исраиль. Иерри, טילים, למשל, זה אחד моим, המעקב, шлем Кיפад Барзел, זה גם הפקת лекחים שלו. וגם מתחמש, בקאצ' יש מאוד маир. יש לו מה? נכון, מאוד. נכון, מתחמש, ולא רק מתחמש, הוא גם לומד לייצר את הטילים האלה, והוא מתקדם עם העניין הזה, זה גם חלק מהפקת הלекחים שלו. מצד שני, החמאס צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד מאוד גדולה, וגם נשרה לה בצפון, האם בכלל כדאי להיכנס עם ישראל לאימות הזה? בעידנים של רמטקלים אחרים, אולי התשובה הייתה כן. בעידן של כוכבי, התשובה היא כנראה חד משמעית לא. יש למבצע הזה הרבה מאוד אפקט, לאורך זמן, אולי אפילו לאורך שנים רבות, ורק כשיעבור הזמן אנחנו נבין עד כמה. נועם, אמיר, חיפשנו פה קצת אופטימיות בתוכנית הזאת, והנה מצאנו, תודה רבה בזכותך, אני אומר מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה. אחרי שבועות מאוד מאוד מתוחים, עם אסלמה בלתי פוסקת, את כן אותנו, איפה מבחינתך אנחנו עומדים כרגע? האם אפשר לדבר על קצת רגיעה אולי של המצב? קודם כל אנחנו כן רואים איזושהי רגיעה גם בערים המעורבות, וגם ברמת השיח, והסנטימנט הערבי. ואני חושב שחלק גדול מזה, זה כתוצאה מהפעילות, גם של חברי אסנט הערבים, וגם מהחלטות של ועדת המעקב העליונה, שבאה ובעצם מדגישה שהדרך היא, כמו אתמול, לציין בשביטה, ובוודאי לא ללכת למקומות של אלימות. וגם מהצד השני, אנחנו גם איכשהו, קצת לא שומעים את בן גביר, וגם לא רואים את נצרי ההסתה שלו, לכן אין מה לעשות, הרגיעה היא נראית בטח ובטח בערים המעורבות. עד כמה יש למצב מול חמאס השפעה על הדבר הזה? הרי אנחנו מבינים שכחולה נראה יש פה קשר. תראי, זו שאלה מאוד שאלה מאוד טובה, כי אנחנו בעצם, כשמסתכלים על החברה הערבית, מנסים לבוא ולעשות את הקישור הזה בין החברה הערבית בישראל, לבין מה שקורה ברצועת עזה, ואפילו גם בגדם הערבי. ואני אומר, אוקיי, ההיסטוריה יכולה ללמד אותנו שהדבר הזה לא נכון. מהסיבה המאוד פשוטה, איפה היו ערבי ישראל בפסוק איתן, איפה הם היו במודנן, איפה הם היו עוד לפניכם. לכן, החיבור הזה הוא בעיניי לא נכון. היה פה איזשהו רצף של אירועים, גם ספציפית לעניין שייך ז'רח ומה שהיה בירושלים, שכן, הבהירו או בעצם חממו את כל הגזרה הערבית ללא קשר לשאלת רצועת עזה וחמאס, כי החיבור הזה, אני חושב שהוא לא קיים. אני חושב שהערבים בישראל להסתכלים על סוגיית רצועה, על סוגיית כל מה שקורה ברצועה, בנקודת מבט. אני אפילו מכנה אותה שמאל-ישראלית, או לכל הפחות מהעמדה הומוניטרית סביב מה שקורה שם, אבל לבוא וליצור איזשהו חיבור וקו ישיר בין חמאס לבין אזרחי ישראל הערבים, אני חושב שזה חיבור מוטעה ולא נכון, וגם קריאה לא נכונה את השטח. מאחר, ואם אנחנו מסתכלים אחורנית, לא היה אף פעם או גל נכאות, או כל אירוע שזה או אחר, שבעצם חיבר באופן כזה או אחר את הערבים לחמאס או לתנועות אחרות אפילו. פתעה, אנחנו מדברים הרבה פה על הבעיות, ולצער היינו יש הרבה, אבל בואו נדבר על הפתרונות. מה בעצם יכול לסייע כרגע בכל המצב הלא פשוט הזה, באמת לאחד את החברה, להחזיר את המצב לקדמותו, ואכן לטפל בבעיות העמוקות שיש במגזר הערבי. אנחנו יודעים על הבעיות האלה, אנחנו יודעים על הנשך שמסתובב שם. מה צריך לעשות? כן. תראי, בתקופה האחרונה דיברו לו מעט על סימטריה. אמרו, אין סימטריה באלימות, וצריך לקרוא לילד בשמו, ואני אומר, נכון, אין שום סימטריה. נכון שאין סימטריה באלימות, אבל אין סימטריה בתחושת השייכות. הערבים בתחושה שאם לא אוהם, אז אף אחד לא יעשה שום דבר. וזו בדיוק הנקודה. כי מי שהבקיר את האזרחים הערבים שקרו במשך שנה וחצי שנתיים עם הפיק המטורף של כמות הרציחות, לבוא בעצם בקריאה מאוד נכרסת למדינת ישראל, ולשבק אפילו. בואו, תעשו כל מה שצריך, אפילו חומת מגן בתוך היישובים הערבים בשביל להוציא את הנשק מהאנשים. במדינת ישראל אפשר לקרוא לזה כפה על השמרים. לא עשתה עם זה כלום. ראינו פה ושם כמה פיונות משטרתית. זה משהו מאוד נקודתי שלא פותר את הבעיה. ולכן כשאנחנו מדברים על השאלה הזו של אסימטריה, אנחנו לא צריכים לבוא ולזקק ולהסתכל באופן כזה מאוד נקודתי על השבוע האחרון. והסימטרה צריך לראות את התמונה במלואה שכאשר הערבים, באמת בתחושת ניקור מוחלטת, ולא שאני מצדיק אלימות, חלילה. וגם אולי בתחושה של חוסרונים שאנשים מרגישים שבאמת אף אחד לא נכנס ולא מגן עליהם. נכון ולכן אני חושב ש... ואגב, השביטה הזאת שהייתה צריכה... שבעצם התקיימה את מול, הייתה צריכה להיות עם מולטימטום למדינת ישראל. ערבים שובטים עד שלא יהיה פתרון לסוגיית הנשק הלא חוקי, עד שלא יהיה פתרון לאלימות בחברה הערבית. חברי כנסת הערבים מטפלים בסוגיה הזאת? אתם רואים באמת שהם עושים את זה? תראי, חברי הכנסת הערבים הם טרס קל במידה מסוימת מבחינת התקשורת ומבחינת הרבה אנשים, כי מה לעשות הם דוברי שתי שפות. ולכן מה שהם אומרים בערבית... הם אמורים לייצג את האינטרסים של המגזר שלהם. נכון, אני חושב ש... ואני כתבתי על זה ש... כרגע זו החובה שלהם להוכיח שהם שילים ורוצים את השותפות על ידי גינוי האלימות, על ידי הצטרפות יחד עם משטרת ישראל ושיתוף פעולה מלא, מלא מלא עם כל מי שצריך ורצוי בשביל לבוא ולשים את הנקודה הזאת באמת בראש סדר, עליפיות של מדינת ישראל. גם אם זה ממשלה כזו, גם אם ממשלה אחרת, כי מה שאנחנו סובלים, כי הבחים ערבים במדינת ישראל, זה משהו שלא יכול להמשיך, ואין מה לעשות, זה סיר. לחץ זה באמת מתחיל... ללא ספק. אנחנו מתחיל לראות את ההשפות שזה על כל החברה הישראלית, ולא רק בתוך החברה הערבית. ללא ספק, פעד ימוקלה דה ג'ורנאי, תודה רבה לך, ואנחנו נקווה להם עם טובים יותר. תודה רבה, תודה. כולנו מקווים. כל טוב. На этом наша פרוגרמה подошла כנסו. Мы с вами встретимся на קанале כנסת רовно через נדелю. Всего наилучшего. תודה רבה.